Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. С вами Диспитчер, и я расскажу, почему НЛО маскируется, а иногда нет. Давайте мы приведем пример, как случилось в одной прекрасной стране по названию США. Там, в Неваде, где пустыня в основном, были три необычных облака. Но как взять необычных? Можно сказать, что облака плавают, они по ветру летают, идут именно по той стороне, куда ветер дует. Но тут в одном месте в 1907 году зафиксировал один ученый, я не знаю его происхождение, решил просто проверить, что за облака, которые стоят на одном уровне и не двигаются. Ветер был сильный. И подозрительно в том, что было, дорогие зрители, эти три облака, они спускались все ниже и поднимались все ниже, но из них ничего не уходило. То есть не растворялись они в небе. Очень подозрительно ему и было это. Да, в то время он не мог заснять, но он записывал в своей книге. Да, описывал он так, что когда эти три каких-то неопознанных летающих объекта спускались именно в ту точку, где была горная местность. Не знаю почему, но они маскировались так. И маскировка, конечно, удалась бы, но одно только но. В тех и в том времени не было никаких цифровых таких видео, как камеры или телефона, чтобы заснять и показать. Это было все на рассказах того человека, который это сам видел. Да, вы можете не поверить, но это не один случай в Первомировой. Такой же случай и был, что когда англичане воевали с турками, и англичане решили взять одну крепость в одном месте, тоже в горном месте. И один взвод именно англичан погибло в том месте. Почему? Так говорят, такие же облака спустились именно в то время, когда английские солдаты вошли. И что самое интересное, дорогие зрители, все они были убиты. Да, да, убиты были именно этим летающим объектом. Оказывается, у них всех было переломатой кости. То есть шея, руки, ноги. То есть это НЛО их и убило, и погубило. Она их подняла где-то на метров 300 и просто сбросила. Вы можете считать, что это глупость, но эта статья в газете есть. Вы можете найти про английский взвод, который погиб внезапно именно в горном местности турки. Но турки ничего не делали, хоть их и винили погибели. Так что с вами был диспетчер Кисия. Спасибо, что вы смотрели. Ставьте лайки, дорогие друзья. И до новых встреч.